Во-первых, я хочу поговорить с организатором перед вами. Кто тут выше третьего курса, те со мной, наверное, пересекались. Остальным физикам вряд ли это удастся сделать, поскольку сейчас все стали бакалаврами, там планы понарезали, и поэтому такая вещь, как физика космоса, из этих планов не так. Ну вот, чтобы хоть немножко восполнить этот пробел и сказать, что разделение на физиков, астрономов и астрофизиков – это очень условная вещь, что задачи там есть, наверное, общие, в принципе-то не общие. Вот я вам прочитаю. Чтобы вы просто понимали, кто чем занимается, есть ли ваши интересы в этом, можете ли вы в этом участвовать, важно ли это, а то иногда думают, что астрофизика, ну так, удовлетворение любопытно за счет налогоплательщиков, ну это любая группа, да, кроме, может быть, военной, да и то. Ну вот, давайте посмотрим. Так, выберите, да? Так, вот мне очень хотелось провести рассказывание одного из довольно известных астрофизиков 20-го века, Мартина Швардшильда, член семьи целой известнейших астрофизиков, но, во всяком случае, может быть, кто-то слышал о Карле Швардшильде, это астрофизика, который сразу после того, как была опубликована общая теория относительности Эйштейна, нашел одно из ее частных решений, собственно, вот так называемое, чернобыльное, простейшее решение, решение Карла Швардшильда, это его сын, он жив, работает в десерковке, конечно, в возрасте уже большом. Так вот, обратите внимание, хотя законы, которые мы стремимся открыть, может быть и совершенны, но разум-то далек от совершенства. То есть мы очень редко упускали возможность впаять в заблуждение и сделать ошибки. И когда я думал о том, что же вам такое рассказать, у меня, честно говоря, был некий ступор, когда Далис попросил сделать некий общий обзор, и сколько же надо времени, чтобы сделать общий обзор по астрофизике. Астрофизика – это вся физика, это химия, это сейчас уже и биология, и как мы тут общий обзор. Конечно, обо всем я не расскажу, но я хочу, конечно же, рассказать о самых современных направлениях, а главное о том, как мы зачастую впадаем в заблуждение, выдавая то желаемое за действительное, то просто ошибаясь с интерпретацией того, что мы видим. И насколько здесь надо быть аккуратным и осторожным, насколько надо уважать экспериментатора, в первую очередь, потому что только они имеют право судить, право ли физики или нет, те же теоретики. Ну и насколько сами экспериментаторы тоже являются людьми, и чем все здесь ограничено. Ну вот, давайте посмотрим. Но, во-первых, поскольку вы не астрофизики, не астрономы в профессиональном смысле этого слова, вот такие интересные поначалу факты. Зачем ваши организаторы попросят подобные темы в основе? Вот, смотрите, около трети учащихся британских школ считают, что наша планета имеет еще какое-то название, кроме как «Земля», которая звучит более солидно, официально и прочее. Ну ладно, теперь вот эта вот притча во язык, что вокруг чего верится. Задовались ли вы только слышали, как на эту тему хихиков? Ну ладно, вот смотрите, 30% жителей сомневаются, что Земля движется в пространстве, оно должно быть прилито к чему-то, крепко сидеть там, ну и Солнце тогда обращается вокруг Земли. Вот это текущее состояние. Солнце и Луна тоже, а разница природы этих объектов, их роли в нашей жизни тоже примерно треть жителей не имеет представления. Что светит оба, почему у них тогда разница? Вот это я лично встречал не один раз у студентов в такую точку зрения. Действительно, что у нас год по определению – это месяц. Очень многие почему-то так считают. С чего вдруг, не очень понятно, но видите, до 60% населения считают, что один оборот в группе Солнце – это месяц, а вовсе не год. Кстати, те, кто немножко вздумал, с этой темой, конечно, легко скажут, почему так происходит, почему мышление идет в этом направлении. Ну а по планетам тоже, вот увы, вроде все близко, сколько тысячелетий про эти планеты мы уже знаем, но видите, два из пяти британских школ не посчитают, Макш, Шоколад и Мактончик. С планетой не ассоциироваться, со самыми планами. Вот это та база, с которой зачастую приходится стартовать. То есть те студенты, которые к нам приходят на первый курс, в большинстве своем не сильно отличаются вот так там всего. Ну что есть, то есть. Как говорил в свое время Алексей Сергеевич, другого народа у меня для вас нет. С кем мы можем работать, с кем мы и работаем. Ну а теперь, что же сейчас самое интересное? В астрофизике, ну и, естественно, в физике. Вот это официальный список, то есть это научный совет РАН составил такой список, что же сейчас надо изучать в первую очередь, ну в другой стране, на что более-менее могут дать деньги. В современном опыте, что-то сложные взаимоотношения. Ну вот смотрите, первые две. Это по сути космология, и это в основном не астрофизика. Вот физики-теоретики, которые здесь есть, я знаю, что в первую очередь этим занимаются не астрофизики, а физики-теоретики-математики, поскольку это не столько астрономия, сколько теория строения элементарных частиц, это и единая теория поля. Другой вопрос, что проверить эти построения на микроуровне зачастую невозможно. Гравитация все-таки участвует, а это специфическая очень взаимодействие. Но, тем не менее, традиционно считают все, что вот эта астрономия, на самом деле астрономы-то этим не занимаются. Астрономы поставляют некоторый материал для размышлений или для проверки. Того, что делают специалисты в физике элементарных частиц. Второе. Ну, с одной стороны, мы возьмем чисто астрофизическая тема. Формирование эволюции галактик и звезд. Компактные реликвидические объекты. Компактные реликвидические объекты – это белые карлеты, нейтронные звезды, черные дыры, то есть это то, что обычно, на всяком случае, остается после эволюции звезд. С черными дырами тут могут быть не такая сложность. С одной стороны, тоже астрономия в чистом виде. А с другой, вы в какой земной лаборатории получите либо плотность в одну частицу в кубическом сантиметре, либо плотность 10 в 15 грамм в кубике. Ну, не в какой вечеринке, а это как раз такие объекты. Ранние этапы – очень разреженное состояние вещества, поздние этапы – очень конденсированное состояние вещества. Кому это надо? Только астрономии? Очевидно, нет. Потому что уравнение состояния опять и сюда пойдет. Да и вообще понимание строения материи, то есть квантовая физика, физика требовательного тела, она же требует вот этих хвостов. Потому что сейчас это асинтетические приближения часто. Причем, если сверхплотное состояние вещества, да, оно крайне интересно, но как к нему подойти, мы до сих пор не очень хорошо понимаем. Потому что наблюдать подобные вещи вблизи от себя, от Солнечной системы, нам, увы, не удается. Ближайшие нейтронные звезды, которые могут регулироваться, это все-таки сотни парсек минимум, а реально дальше. То есть несколько сотен световых лет – это минимальные. На основе еще что-то удается подловить. Та же крабовидная туманность, например, из известных объектов. И тут сложностей много, сам объект не виден, видно его окружение в основном. Ну если в оптике нейтронный и не разглядим, как светящийся объект, то детали на поверхности, то есть интенсивность излучения порождаемого этой звезды, мы все равно исследовать не можем. То вот разреженность состояния вещества уже зачастую гораздо интереснее. То есть квантовая механика, ну, вроде бы, решает уравнение Шреддингера для тех или иных атомов, молекул, дает нам энергетический спектр, соответственно, их поведение при взаимодействиях. Ага, сейчас. Тут же все приближение со взаимодействием, то есть ладно бы у нас был один атом, который мы можем исследовать, но где в его лаборатории? Атом, на который ничто не влияет, не мешает получать о нем информацию. Как правило, это же не получили, просто не получили. А в астрофизике, попробуйте прикинуть, одна частица, даже одна десятая частица в кубическом сантиметре в минул свободную промежу в данной системе. То есть у вас сотнями, иногда тысячами лет, система свободна от внешнего воздействия. И вы можете подловить очень точно реальный энергетический уровень. Не по моделированию, а по прямым измерениям. То есть вы гораздо более точно, чем в любой лаборатории, можете получить спектр подобных систем, а значит, потом уже решая обратную задачу, посмотреть, почему там так с теорией ускориться. В лабораториях такое пока не доступно. Ну, эта тема понятна. Правда, вопрос такой, с научной точки зрения она понятна, или с финансово-политической, но это сейчас очень важный раздел. Со мной с стороны, Солнце один из самых плохих исследованных объектов, ананасово влияет, причем, может быть, он, правда, к счастью, молодые, насыщенные. Конец прошлого года наверняка могли замечать, что с головой что-то не так. Причем так сильно не так. А Солнце находилось в стадии переплюсовки на поле. А это значит, очень активность в своей стадии, сильные корональные выбросы, возмущение геомагнитного поля и прочее. С этим ничего сделать нельзя, просто ждать, пока оно кончится, но воздействие очень сильное. Ну и поскольку год назад чуть меньше Челябинску январь едва не было сделало, чуть ниже дошел обломок и длина Челябинска, то сейчас очень сильно подкреснуто вот это кема. Солнечная система, астеро-рекометная опасность. Ну плюс вот тут неявно заложена проблема ресурсов, которые доступны Земле. Потому как с термоядом у нас что-то плохо, а энергетические ресурсы другие пока увеличивать мы не можем, приходится их искать. Да и с водой у нас, честно говоря, уже очень плохо. Плюс не поймешь, то ли важное научное, то ли философски важное, то ли религиозно важное, проблема поиска жизни, естественно. Она, конечно, со всех сторон важна, но сейчас на нее нажимают очень активно, хотя, скорее всего, в первую очередь, по экономическим активам, легче деньги не прошу под таким сроком. Но тем не менее, поэтому следующий крупный проект Солнечной системы и спилотированный проект, это, скорее всего, уже, в общем-то, определенный, это Европа, спутник Лепетера, где с высокой вероятностью можно ничего-нибудь найти. Все-таки это огромный океан. Воды там, кстати, больше, чем на Земле. Хотя сам объект с Луной размером даже чуть меньше. Вот воды ты больше. И она жидкая. Вот тут уже никак не разделить науку человечество как таковое. То есть этот вопрос животропечащий в каком-то смысле. Хотя столько веков жили без инопланетян, поэтому мы начнем. Посмотрим. Вот они, базовые направления. Все эти направления я рассматривать и представлять не буду, но кое-что покажу. Надо понимать, что у нас есть очень сильное значение. почти во всех случаях управлять экспериментом астрофизики нельзя. К сожалению, конечно же. То есть что объект хочет сообщить, то и сообщить. Причем надо еще не понимать это сообщение, интерпретировать его. К сожалению, в курсе общей физики, да и в общем-то в курсе теоретической физики, которые вам читаются, практически не отводится время на вполне общую, стандартную проблему переноса излучения. Относится не только астрономия и оптика как такова. Например, Келбеш, слышно, как президент Кадемии МОНК СССР, в 40-41 году, он никогда никаким астрономным астрономиям занимался задачей переноса излучения с куточкой зрения. А вот подводная лодка плывет, вы находитесь внутри, что вы сможете увидеть в диффузно рассеивающей среде. Это, конечно, не поиск других лодок, поздно в таких расстоядах будет что-то делать, если вы увидите другое. Это поиск мин, в первую очередь. Вот эта задача решалась. Но классическая задача переноса излучения тоже. сочетается. Дело в том, что если бы вы хоть как-то с этим сталкивались, вы поняли, насколько это некорректная задача, интерпретация принятого по принятому излучению условий, в которых она возникла. Это задача, естественно, обратная, полностью некорректная, допускающая множество решений. И вот попробуйте не сойти с верной тропки в этой интерпретации. Увы, но пока подробно. никак. Таковы наши знания физики и математики. То есть свертка интеграла обратно однозначно не разворачивается, если вы не знаете свертывающий функций. А вы ее практически не знаете. Поэтому приходится по классикам действовать. Иногда слишком смело действовать. чья фраза чья фраза-то? Чья комната? К счастью, не политика. Кто Мичурин такой тоже наверное может помню. Это агроном, биолог, ботаник. Большинство кстати тех сортов яблок, груш, слив, которые сейчас в России произрастают, особенно на северную я так не опушу занимался сервисом. Ну поскольку я уже неоднократно говорил, что главное все-таки начинать с реальности, то чуть-чуть о роли наблюдений и о возможностях современных. Ну о роли-то я в общем-то и рассказал, о том как мы умеем испортить поступающие данные позже расскажу. Но возможности. Понятно, что поскольку все наши объекты достаточно далеко и надо в первую очередь их хотя бы увидеть, а хотя бы увидеть почему важно. Это вопрос о селекции наблюдений. То есть если мы что-то не видим, мы это выкидываем из статистики. А если мы выкинули из статистики, может получиться совершенно предсказуемый результат. То есть выбор становится нереальным. Ну а во-вторых хотелось бы разглядеть по деталям то, что мы там увидели. То есть две задачи параллельные. И решить их без экстенсивного метода развития пока невозможно. Попросту все, что уже можно было сделать интенсивно, почти все уже сделано. Единственные интенсивные методы, которые сейчас квази-интенсивные используются, это интерферометрия во все более широких диапазонах. то есть об этом я тоже скажу. А так представляете себе 40-метровое оптическое зеркало. Оптику многие из вас уже перескочили. Критерий точности оптической поверхности длина волны где-то на 10-9. Если вы в оптике работаете 500 миллиметров, вот точность поверхности соответствующая. Тут 40 метров. понятно, что это неценная конструкция, но тем иным. Вот самый известный из современных астрофизических проектов Альма так называемая, это Южная Америка, набор из десятков 20-метровых примерно антенн обладающих в субмиллиметровом диапазоне, то есть это не совсем радио, но еще не дотянули до инфракраса. Как-то по середочке все лежит. Конечно, в основном зачем длинноволновый диапазон? Так поглощение света, чем короче длина волны, тем эффективнее свет в середине поглощается. Поэтому на длинных волнах можно заглянуть в достаточно плотные области внутрь, что там. А это как раз зона звездообразования, центральные области, галактик, ну и возможно планета. Одна из официальных целей Альмы, это в первую очередь глядение было декларировано изучение атмосфер солнечных планет, чувствительность и разрешение должно уже хватать. То есть химсостав, поиск жизни. Но реально, конечно, не эти цели. Это если получится, в конце концов, то да. Потому что поиск жизни профессиональных астрофизиков не то, что бы уж очень сильно привлекали. Все понимают, что на таких дистанциях что-то однозначно с точки зрения весь там жизнь, в этом жизни, мы еще долго скажем. Если не прилетят сами, то будем гадать на похожем. Ну и вот тоже очень интересный пример широкоугольный. Это обзорные, конечно, инструменты. Широкоугольный, ничто не сведут, что качественное изображение в большом поле можно получить не узенько, как обычный телескоп умеет делать, то есть вот у такого инструмента поле зрения это до десятка минут, угловых минут все отнесите. Все очень узенько, такой кучочек, попробуйте все небо отследить таким инструментом если нужно делать. А вот это для обзорных задач с одной стороны поиск популярных объектов, то есть широкоугольный инструмент может за ночь полусферд отценить, правда, если у вас компьютерная техника с этим потом справится с объемом такой информации, причем с максимально возможной числительностью, поэтому размер большой, ну и вот та самая стеройно-кометная классность тоже, объекты мы пытаемся поймать очень слабые, небольшие в общем-то обломки в десятки метров сами не светятся, можно числительные инструменты, иначе получится как в Челябинском, который засекли уже в атмосфере Земли, то есть там хоть что делать, сделать ничего нельзя, то есть его засекли минут за пять до падения, просто засекли, никакой возможности вычислить траекторию уже не было, а это кусок размером 20 метров все-таки это к вопросу о надежности системы противоракет и обороны кстати, об особенностях их функционирования они просто не видят объекты идущие с такой скоростью, там же доплеровские радары боевые какие-то которые они настроены на определенный диапазон доплеровских смещений отраженного сигнала, а это быстрее шло и все нет его не поменяли так вот тут в чем особенность широкогольный инструмент это самая дорогая игрушка астрономии всегда то есть по сравнению с обычным телескопом вот такого размера а сейчас это рядовой инструмент 8 метров это простенький уж почти что телескоп для современной астрофизики он почти на порядок дороже совсем другое качество аустики приемники представьте себе матрицу такого оборота сиси матрицы на которую все должно вложить там маленькую не сделаешь широкий угол надо его весь упакован куда-то на природу то есть это очень дорогие конечно вещи в изготовлении и здесь очень тривиальная просто оптика по задаче но вот сейчас они строятся в России умы пока очень неравидно то есть из крупных инструментов вот Кавказ но это инструмент сделан 40 лет назад в других технологиях то есть его надо просто менять но это никто пока делать не из более-менее современных систем Квазар это несколько радиотелескопов раскидывали по всей территории России но в первую очередь она используется для военных целей и для создания высокоточных систем отсчета это тоже кстати ответвление из астрофизики из астрономии в технологии технику и в обычную физику попробуйте сделать высококачественный физический эксперимент в той же теории относительности не имея очень точной системы отсчетов по времени как рассказывается а пока что поставщиками особой высокоточной системы являются только астрономы потому что кое-что система отсчета реальная а математическая реальная это какие-то опорные точки эти опорные точки должны замеряться с очень высокой точностью можно потом использовать для построения реальной системы отсчета вот это в интерферометре и Е образ кое-что я потом покажу из современных вот эти но это маленькие инструменты то есть в современной эстрофизике инструмент размером меньше 5 4 даже метров не считается хорошим эстрофизическим полезным инструментом уже потому что да на них можно работать но новое на них порядка что-то вы можете удивляться уточнять какие-то тонкости но только ну а это уже все устарело то есть мы экономим последние 30 лет очень активно экономим ну вот так зачем их строят а вот можете сравнить с тем списком который я начало показывал да то же самое без крупных инструментов эти задачи не решают и вот отсюда интересный вопрос президенту алиминук вы задачи-то ставите о чем у вас правда должно быть если инструмент все равно не надо с одной стороны это выпинывание народа в международную кооперацию но там же показывает если кто-то уехал то назад он редко возвращается с другой обычная наша практика главная команда да это как ее положить или сложение людей ну ладно это не так важно и вот уже более конкретно о современных возможностях и достижениях я только что говорил что самые высокие точности по угловому разрешению это интерферометрия ну слово наверняка слышали многие это совместное использование нескольких ну келескопов так сказать оптических систем размещенных на возможно большее расстояние ну правда здесь тоже много тонкостей и совместная отработка сигнала вообще говоря с одной стороны не нового интерферометрию начали делать первую еще в 50-е годы 20-го века в радиодиапазоне очень уж много антенн осталось от второй мировой войны и можно было перебираться это сами раданы предупреждения о налетах военные их большей части списали но отличительная часть досталась из трофизики вот они и развлекаются это пример вот такой же по принципу старой системы это радиодиапазон сантиметровый диапазон но это космический интерферометры это действительно уникальный эксперимент хотя на мой взгляд пока еще не совсем астрофизический скорее астротехнически надо вообще понять как работать с таким интерферометром вот он этот спутник радиостром один из немногих примеров за последние годы когда у нас что-то в земле взлетело и заработало а не вознеслось и там и осталось ну радиостром делали это 20 лет поэтому то его еще специалисты начали на уровне делать может быть по этому так получалось но к счастью он работает уже 2 года примерно и есть надежда что еще 2-3 года он уже точно проработает хотя тут надо сплевывать и прочее электрон с ним проблемы у нас нет современного производства космической электроники там технологии совершенно другие для этих подложек тоже чисто физическая вроде бы задача но эти производства они были в Зеленограде их успешно похерили от них ничего не осталось а закупить такую технику нельзя ее делают очень немногие фирмы и все это под жесточайшим контролем государства то есть это же баянная техника в первую очередь сапфированные подложки технологии на сапфире которые мало чувствительны к внешнему различению потому что они как только туда запихиваете под длинную заляженных частиц все это садики оно должно работать поэтому у нас сейчас не такое производство очень удобно что у нас ставят на спутники сейчас когда большие катастрофы случаются потом выясняется что в итоге поставили китайскую электрону вот оно естественно не летает а тут повезло в какой-то мере и спасибо инженерам и тем кто этот проект доводил что он получился хотя астрофизикам от него пока ждать сильно нечего мы учимся обрабатывать такой сигнал тут что у нас это сколько у нас примерно там в районе 15 метра зондик этот естественно он запускается в сложенном состоянии да это и видно по конструкции что ее раскрывали там народ чуть инфаркта не нахватал она же не раскрылась с первого раза сами представляете чем это могло кончиться для всего проекта она до конца не дошла буквально несколько миллиметров до стопоров не дошли вот эти вот сегменты при раскрытии но оптически точная поверхность ничего бы нельзя было сделать но там хорошие инженеры попались они совершенно нетривиальный подход реализовали они развернули спутник вот этим фиксирующим кольцом вот там снизу которая держит все сегменты на солнце и дали прогресс это все и потом раскрыли еще раз и она дошла до штабного состояния а иначе ничего зачем это надо стандартная из оптики формула разрешения любого оптического радиоинструмента рота отношение длины волны к диаметру в радиодиапазоне длина она будет большая поэтому даже 100 метров инструмент сделать разрешение будет не высокой по-моему сравнительно не высокой и вы увидите что-то вообще без деталей если не один а несколько и уметь объединять информацию получаемую с них то уже вместо диаметра получается расстояние между инструментами а на земле это десятка тысяч километров по прямой то есть уже все гораздо лучше вот оно получается классическое использование микрофераметра и разрешение где-то до тысячных и даже несколько лучших угловых секунд вот вы начинаете разглядывать детали в том что вы видите ну а если если выйти подальше один из элементов вытащить в космос то может быть вы увидите и конкретные детали то есть поначалу вы усредненного человечка будете разглядывать а там зависит от того кого хотите кого не видите это кстати не шутка к сожалению тут много чего не шутка к сожалению вот это инструмент это радиотелескоп Гринбэнк один из самых крупных радиотелескопов в мире но он на грани закрытой и думать кризис только у нас в Штатах еще как закрывают все подряд измельченные такие так вот плотовая система радиотелескопов которая использовалась при работе с радиостроном не все одновременно естественно просто не потянули но это большое международное сотрудничество к сожалению попробуйте найти здесь российские инструменты в регулярных работах они практически не используются Пущинский радиотелескоп для этого не годится он слишком стар ну и ладно хоть так международной кооперации но удается все эти работы вести тут видите беля в чем я уже сказал что это скорее астротехнический эксперимент обосновать использование времени крупных а значит очень дефицитных инструментов по времени без явного астрофизического результата довольно сложно здесь он напрямую не ожидается просто научиться с такими интерферами и хорошо что международная кооперация тут получается все-таки это во многом с точки зрения ученых пустая так вот вот она эта система правда рисунок обманчив это иллюзия тут нарисована сам радиостроут стоит на очень вытянутой электрической орбите видите впереди то есть ближайшее расстояние до 10 тысяч километров от земли а апогейная больше трехсот а больше трехсот это орбита луния вот она как раз здесь на этой станции то есть вот по такой весьма вытянутой орбите эта штука и вращается в итоге с каким-то из земных инструментов получается синтезированная интегра вот такая но в чем ошибка рисунка ее нельзя растягивать вот по этой трехсот она линейно длинная большая но у нее нет вот этой большой площади это говорит о том что чувствительность такой системы конечно будет высокая и она определяется чувствительностью к счастью к счастью во многом большего инструмента а не меньшего хотя меньше тоже влияет но вот разрешение будет очень неоднородного пространства то есть только вдоль вот этой большой оси высокое уголовное разрешение сработает а вот дальше сработает математика и физика конечно же особенности вообще функционирования интерферометра интерферометра если вы вспомните физику и оптику требует сложения сигнала с точностью до фазы чтобы вы увидели картину взаимодействующих двух пучков света здесь требуется то же самое и можно задать вопрос на засыпку это чисто физически вопрос а почему на протяжении почти 50 даже больше лет интерферометрии делали в основном в радио диапазоне в оптике только только начинали хотя изначально интерферометрии если уж в историю совсем удалится то вы кстати должны были меня закинуть ногами и кричать врешь знал потому что еще в школе на физике вам должны были рассказывать эксперимент Майкельсона там измерение скорости света но Майкельсон отметился в 20-е годы экспериментом с интерферометрией в оптике это первое реальное измерение диаметра звезд это одна из близких гигантских звезд это интерферометрии лодки но дальше дело не пошло таких объектов просто больше крупных и близких и не сработало потом только радиодиапазон а почему ответы конечно элементарно просто интерферометрии требуют сложения сигналов с высокой точностью в радиодиапазоне и это кстати идея была советских истрофизиков сигналы с разных инструментов можно записать у них частоты различные то есть они могут быть записаны на некий носитель и одновременно с этим на этот же носитель можно естественно и можно записать высокоточные метки вариантов то есть длина волны просто большая и фазовая ошибка допускается тоже достаточно большой то есть вы можете все-таки не требовать там точности в наномет при сложении сигнала если у вас как это начиналось это метры примерно вот прикиньте сколько с этого известно примерно допустимые фазовые ошибки то есть если у вас есть атомные часы вы записываете их сигнал одновременно с сигналом с инструмента свозите в одно место синхронизируем обрабатываем все просто а вот попробуйте это сделать как записать оптический сигнал с точностью до фазы до интенсивности пожалуйста почернение пластинки там или интенсивность приемника сколько угодно но надо это до фазы а это совсем другая история нет и сейчас не существует таких носителей которые позволили бы записать сколько-нибудь длинный сигнал с точки до фазы да еще ввести в него метки времени с той же точностью единственный выход работать в реальном времени но тогда вы на большие дистанции не разнесете инструмент то есть вам нужно как-то в одной системе свести пучки получить интерферометрию это очень сложно до сих пор очень сложно поэтому даже сейчас чисто оптическая интерферометрия еще отсутствует в инфракрасном диаказоне длина побольше но вот и плюс атмосфера если в радиодиапазоне который мы используем это кстати плюс очень большой атмосфера сравнительно прозрачная и фазовых задержек почти не вызывает то в оптике вы просто вот один и тот же инструмент наклонили на правый градус у вас совершенно разная длинная атмосфера например этой сигнала а она вызывает фазовые сдвиги она вызывает хаотическую компонент мерцание то самое то есть вы как длинный сигнал записываете это скорее всего удастся делать только в космосе нормальный человеческий либо надо обходиться очень недлинными базами то есть сильно разносить это нельзя чтобы атмосфера одинаковая вот тут все плохо поэтому пока работают в первую очередь в радиодиапазоне но оптика очень такое важное сейчас направление развития милиторферометра вот практический результат какая астрономия вот это теми сам милиторферометра в том числе радиостроном промерено движение материков геофизика это и предсказание землетрясений хотя неумерен этого делать совершенно потому что модель земли у нас плохая не понимаем что у нас подвигаем как происходит но видите с какой точностью примерно идет работа это в год не в год сигнал никто не кодит измеряются гораздо меньшие скорости движения объекта это тоже все очень нужно прежде всего для построения тех самых высокоточных систем отсчетов она же у нас как правило к земле привозена но земля то есть незыгренный фундамент это как полис бегает по поверхности земли тут правда не линейные меры это миллисекунды людей но с датой 13-й год 10-й год примерно за 2-3 года полис на поверхности земли вот такого хозяйства понятно что прецессионные движения как таковая раз близко к окружности но хаотически как вот время то есть как длительность суток прыгает тоже миллисекунд это внутреннее строение земли влияние муну солнце даже близких планет приводит к тому что использовать землю как эталон в системе измерения времени мы уже не можем мы только должны более-менее синхронизироваться с вашей земли такие точности достигаются пока только в астрономическом способе но опять же можно вернуться все современные особо высокоточные измерения на ускорителе требуют очень точных шкал причем зачастую синхронизированные сейчас уже ставятся эксперименты разнесенные пространства и надо сопоставлять как они коррелируют окоррелируют другим 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 для этого нужны системы времени которые привязаны к реальной геометрии данной мере то есть кто минимум 4-мерной геометрии которая лучше кем-то сетей что в приросту сделать надо знать реальность состояния ну а дальше что интерферон поможет вот одна из любимых игрушек как астрофизиков так и теоретиков так называемые квазары активные ядра головыки с одной стороны модель квазара давно-давно предложена и вроде бы устоялась сверхмассивная черная дыра в центре несколько миллионов или более масс солнцем отрицательный исток окна динамическое трение в системе и вперед спец очень яркий источник от нагрева вы думаете мы толком понимаем что там происходит наблюдается с 60-х годов в 63-й год открытия таких источников то есть квази-звездные очень маленькие по уголовным размерам но радиоисточники яркие вообще ярких радиоисточников на ней мало если вы на солнце попробуете радиоисточников посмотреть вы можете вообще ничего не видеть нету ничего в радио диапазоне поэтому звездные так и не видим а тут точечные почти и в то же время очень яркие поэтому объект конечно заинтересовался самого своего открытия это не снимок это конечно картинка и самое сомнительное что здесь есть это вот эти дженты которые вылетают из системы кстати тоже вопрос скорее к теоретикам а до сих пор нет модели этих джетов как вообще происходит ускорение вещества в подобной системе до около световых скоростей и чего это они такие калинированные узники а попробуйте вот по простому представьте себе а что может заставить вещество вылетать вот так чисто физически оно же падает вот отсюда причем вращается сразу законы сохранения импульса момента импульса как перевести туда магнитные поля ну да вроде бы все так я потом позже кое-что покажу но само же магнитное поле скорее частицы нету а тут эмиронии такие что скорость света почти уже вылетающих частиц и естественно хотелось бы разглядеть вот этот центральный область откуда это все летит что же там такое теория теория но теория как раз хорошая и для этого вот нужны интерферометры но тут есть еще одно интерферометр не видит сам объект его изображение то есть он не принимает интенсивность все у своих особенностей интерферометры принимают одну из фурия компонентов интенсивности в каждой конкретной какой именно задается длиной волны и длиной базы то есть расстояние между инструментом а это к чему приводит фурия компонента это лишь одна из бесконечно большого набора разложения и ладно если не ставшую фурия компонент посмотрите тогда вы сразу теряете старшую в смысле н маленький то есть номера компонента но вы тогда ничего особо не получаете разрешение это будет сразу резко а младший спектр как правило сильной падает по амплитуде высоких компонентов и интенсивность сразу резко падает по тренинке 8 то есть даже если он яркий вообще если вы попробуете работать с очень высоким разрешением у вас может нехротить чувство просто не увидите этот источник а во-вторых любой объект который больше диаграммный синтезированный диаграммный наталь из интерферента интерферента не видит вообще именно больше вам и больше то есть если вы не рассчитали с длиной базы и объект заполнил диаграммой вы его просто не засечете не видит сколько терезный такой струны то есть такая особенность поэтому нужно не просто наблюдать как в обычном телескопе снимок сделали проанализировали вот он объект и потемнение ага раз мы принимаем фрии компоненты как мы интенсивность можем восстановить обратное преобразование фрии а чтобы оно было хоть сколько нибудь прилично в этих фрии компонентов уже на целая куча это значит надо наблюдать очень слабые потоки из-за поведения чувствительности на высоких компонентов в большом количестве с разными базами на земле это раньше делали как да и сейчас делали просто телескопов много и они на разных расстояниях друг от друга стоят да плюс еще земля вертится мы говорят заполняем УВ плоскость там координаты в плоскости УВ обычно означает за счет вращения земли база еще поворачивается здесь тоже конечно база поворачивается она большая но самая большая неприятность в том что она неглерино меняется сколько же она не придет к лесной света он у вас летит а это значит накопить сигнал вы не имеете возможности сколько нибудь долгого потому что база другая длинное на космическом интерфероме то есть разрешение потенциально большое только попробуйте объект вывалить в таких условиях ну давайте посмотрим то есть радиострон смог разрешить некоторое объект вот один из известных Клазаров характерное разрешение но это на Лилбей то есть это американская наземная интерферометрической системы на ней вовле 20 метров вот она яркая центральная часть там где черная дина это джет вылетающий из системы что тут в общем-то не видно 2000 микросекунд дуги то есть это порядка миллисекунд при тех расстояниях которые у нас до Клазаров ничего вы там не разгляните Клазары это принципиально космологические объекты они находятся на расстоянии от сотен миллионов миллионов с вторых лет но в основном и дальше и дальше то есть это очень далеко поэтому угловое разрешение должно быть очень высоким чтобы понять что же тут происходит а вот это данные радиоастрона на нескольких длинных лоб и что здесь очень пока и важный и непонятный видите вот получилось особенно здесь 23 микросекунды люди нормал по сравнению с тем что здесь так вот тут очень интересной является оценка яркостной температуры ну а по сути яркостная температура полный поток излучения какой-то области позволяет оценить это интенсивность измеренная в кельне то есть берете закон планки вы пошли на КТ крутите можете вот это все сделать сами так вот беда в том что получается очень высокие значения температуры то есть мы смогли принять поток ограничить площадочку за счет высокого углового разрешения и оценить величину потока могущего от объекта в очень маленькой площадке ну а дальше поток делите на эту площадь по сути получаете интенсивность излучения опять же напоминаю оптику физику полную информацию о процессах в источнике дает интенсивность для этого вы знаете реальный физический размер и форм вот собственно у квозаров это интерферометрии помогает звучать хотя конечно до размеров самой черной дыры мы пока не добрались так вот очень высокие получаются их косные температуры и беда в том что мы не знаем механизмов достижения таких температур в современном температуре то есть вот тут вот некоторые варианты предложения а как бы это могло быть что это обычно считается что джеты это в первую очередь электроны выбрасываем по осям магнитного поля черной белой но их не хватает чтобы объяснить такое хозяйство то есть как ускорять тяжелые частицы до таких значений с одной стороны конечно масса тут помогла бы с другой а как их ускорять то есть нет могли бы упростить жизнекогерентные процессы то есть совместное ускорение наборов частиц но вот как это сделать на очень немалых масштабах порядка световых лет засинхронизировать выбрас частиц пока теоретики сказать не могут непрерывное ускорение опять же откуда поля которые это могут делать на больших масштабах пространстве то есть не только там около черной белой ускорили к нулю и полетели а на сравнительной большой длине все время ускорять 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 электрические поля они по закону единицы на квадрат спадают в этом случае хотя и это уже быстро все кончится нам уже нужно сверхвысокие ускорение а поскольку там порождение электрических полей очень скорее всего за счет магнитного поля там РФ5 запуск появился и тоже не есть но это любимое занятие то есть давайте подгоним подживаемым там сделаем что-нибудь очень узким очень компактным большие напряженности ну это это света вот собственно ценности откуда появляются вот это уже изображение с радиострона расстояние эти полтора гигра парсек парсек это три суток в год и разрешение получается вот кружок самого инструмента за счет сканирования только дается несколько повысить разрешение вот пять парсек в масштабе снега то есть это центр кваза видна сама яркая область и вот оно сопло горло струи вылетающего из оценка не более светового вот что коленирует так систему эта оценка кстати тоже очень важна потому что она уже позволяет делать оценки плотности о нервной стереально а не по соображению вообще физическому вот видите просто взяли повысили разрешение и сразу возникают чисто физических проблем а где механизм ускорения частиц это вопрос в общем не столько к астрофизику сколько физико-теоретику возникает а мечта не только строить эту отследительную уровень а попытаться все-таки проверить черный дыр это реально существует или нет никто до сих пор их не видел как черный дыр есть лишь оценки по массе объекта что очень массивный но компактный а здесь при таких разрешениях потенциально есть возможность увидеть тень черной дыры в акционном диске ну до этого пока не добрались но те кто работает с радиостроном говорят что надежды такие у них по крайней есть может быть удастся вот такого вроде картинку получить тогда оценить реальную зону горизонта события по масштабу ну и возможно опять же выходы в не классическую теорию гравитации то есть это зависит от того что же там может быть что-то не тривиальное не стыкнущееся с атомом в чистое или нет тут заранее никто может не скажет но эксперимент именно в этом направлении то есть проверка атома здесь конечно запомнил следующий объект тоже очень маленький очень важный пульсары быстро вращающие симметронные звезды это кстати самый высокоточный эталон времени который нам известен то есть наземные пульсары на ее большую стабильность до 10-15 10-17 кратковременная стабильность частоты таких источников ну хороший волчок очень высокая симметрия распределения масс в таком 10-километровом примерно объекте с плотностью атомного ядра поэтому тут тоже если с высоким разрешением посмотреть возможную проверку то ну а вот это вот это я сейчас покажу вот что получилось и до сих пор не ясно почему так получилось это интерферометрическая картина изображения пульсара вот он с меньшим разрешением тоже видите джет выбросы газового вещества атрибционный диск то есть все классически но вот изображение пульсара вместо одного яркого пика дало довольно широкую англиюсть из кучи очень узеньких ярких пиков причины до конца пока неизвестно ну собственно это и сделано месяц два года назад было все такое изображение получено тут 12 год было обрабатывали очень долго они считали что там ошибки что-то они не так интерпретируют и прочее предположение вот такое ведь сигнал то идет через межзвездную среду а она неоднородна а поскольку источник почти точечный возникает естественно дифракции и мы видим суммарные сигналы такое вот дрожание как мерцание звезд в атмосфере примерно ну может быть это все надо и моделировать и смотреть что получается масштаб это сейчас известный следующий раздел поскольку у вас анонсированы тут специальные доклады на эту тему я не буду вдаваться в теоретические особенности того что мы вот тут вот сюда как мы выходим в эту новую физику это вам расскажут куда более профессионально и качественно но кое-что скажу прежде всего с точки зрения наблюдения как мы их понимаем и так с 65-го года успела устояться красивая вполне неплохая и уже привычная я вот специально это написал и понятная даже в какой-то мере модель нашего мира вселенной это еще модель вселенных смыслов геометерс одиночной вселенной то есть наличие каких-то других вариантов как инфляционных допустим моделях то есть теоретически это было предсказано еще в начале 20-х века Фридман собственно говоря потом работы гаммау как раз по нуклеосинтезу то есть объяснение химического состава вселенной какая она должна была быть чтобы получилось то что мы видим сейчас ну и в 65-м году когда официально было открыто космическое микроволновое излучение на температуре около 3-х кельвинов с очень хорошим планковским спектром очень однородное экзотропное модель получила подтверждение все получилось красиво некий большой взрыв правда это точка сингулярности и она из модели естественного подобия объяснить сам большой взрыв фрага физической модели еще никто не знал чисто так скажем искусственного с точки зрения статистической физики пожалуйста хоть некое случайное событие возмущение только чего потенциально ясно и чем оно было порождено в какой среде нужно объяснить энергетические характеристики этого всплеска ну такие есть но это не очень физичные то есть не дают ответа на коренную то есть из чего получалось то что причиной было послушать это большой взрыв а вот дальше все хорошо с наблюдением все хорошо сходится с химсоставом Вселенной до какого-то пятого знака после запятой все можно свести получалось очень красивое горячее плотное однородное состояние быстро расширяющее остывающее потом вторичные неустойчивости гравитационные конденсация этого вещества образование галактик звездных причем не очень даже понятно что раньше начинается вопрос о формировании первых звезд очень любопытен поскольку средата из водорода с генером она уж очень плохо остывает прижать то есть вы начинаете ее сжимать нагреваться просто нагреваться и перестает сжиматься ну ладно эти детали ну и то что мы видим в итоге все получается все хорошо к этой модели все привыкли собственно к ней до 60-х годов долго привыкали чисто теоретически были уже в предпосылке что именно такое могло быть очень хорошо сходится с наблюдениями правда конец 20-го века повышение углового разрешения чувствительности при наблюдениях микроволнового фона показали что неоднородность это не таки есть но тоже они неплохо вписались поначалу в существующие модели заодно эти неоднородности позволяли проверять различные варианты теории великого объединения то есть теории элементарных частиц поскольку формирование неоднородности зависит от того в чем они там формировались и каков был нуклеосостав вещества на самых ранних стадиях то есть все вроде бы было хорошо изучая не хочу ну собственно так и происходило экстенсивное изучение здесь было очень мы прекрасно понимали вроде бы от 10-43 секунды после чего то большой взрыв инфляции даже не очень так важно пока что что там происходило а дальше а дальше в общем то мы все могли худо-бедно но объяснить разумными способами без привлечения каких-то непонятных неизвестных для себя вообще бритва кана это очень сильный принцип который всегда старается при нем но но совершенствование методов наблюдения совершенствование приемников излучения к концу 20-го века привели вот к этой уже всем надоевшей картине то есть изучение неоднородности космического микроволнового хода изучение особенностей движения сверхдальних космологических объектов то есть на расстояниях порядка миллиардов парсек это вот та самая мобильская премия два года назад или сколько уже премия была одиннадцатого года то есть изучение далеких сверхновых первого класса просто как стандартных ярких источников сверху которых интенсивность изучения заранее известно что позволило достаточно точно оценить расстояние до этих источников попробуйте там пять семь ну даже один гигапарсект точно возьмут кап только фотометрически других методов у нас в общем-то нет для удаленных объектов по интенсивности излучения если узнаем какая она должна быть пустая 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 и вот получается вот это безобразие современное где вся известная нам физика сидит вот в этих четырех процентах вещества и энергии нашего мира правда к этому тоже уже немножко привыкли то есть обморок падать уже давно перестали в физике особенно теоретике когда он видит что тут 22 процента более или менее обычной материи которую мы не знаем то есть это гравитирующая материя это какие-то классы элементарных частиц вроде бы которые пока нам точно не известны по крайней мере в экспериментах они не даются до сих пор аксиона там и всякое прочее ну а вот это то вообще никак не дается темная энергия это же просто некое свойство геометрии то есть откуда-то есть лишняя энергия которая расталкивает нашу Вселенную заставляет ее двигаться при наличии что является ее носителем в общем то ну конечно опять же чисто теоретически вакууме и прочее там есть но без развитой современной теории причем квантовой теории гравитации сколько-нибудь серьезно в этом направлении мы движемся поэтому очень важно для кого-то что же реально растет в нашем мире что-то свои теоретические по сравнению с этим связаны вот то что мы сейчас имеем но насколько то есть уже привыкли а вот правильно привыкли еще большая я хочу именно об этом поговорить во-первых почему мы все время пытаемся от Эйнштейна убежать куда-то общей теории относительности тоже хватает проблем но и с другой стороны просто останавливаться такому вот сто лет назад Эйнштейне сделал а следующую теорию тоже хочется получать поэтому еще как бы уточнить развитие прочего это очень сложно не потому что теория сложная потому что общая теория относительности подтверждается во многих экспериментах с крайне высокой точностью и отказаться от нее надо доказать зачем на каком основании то есть назовите другую физическую теорию именно теорию она же написана была а потом проверялась которая без подгонки без свободных параметров это тоже крайне важно нет свободных параметров практически там постоянное тяготение даже постоянной планкой нет так вот без свободных параметров до сотых долей процента подтверждаются численные ее выводы не найдете скорее всего ньютонская пожалуй такую точку снимают из общих физических теорий поэтому как бы мы не ругали Линтона что вот это абсолютное пространство время но если на малых мерках работаете зачем вам что-то еще если такая точность получается вот как кубик съезжает с горки школьные задачи точно будет очень большой вот там тоже там но есть некоторые современные вопросы опять же почему всего 4% того вещества которое вроде бы и активно проявляет вселенную почему его так мало живущего вещества какова роль столь огромной доли темного вещества и темной энергии зачем тогда что есть видимо если его вклад столь ума ну это известная проблема известность что квантовать потом не удается и скорее всего там просто это никак нельзя сделать ну по крайней мере такой теоретики должно дать хотя и заширяться пытается до сих пор как следствие единую теорию вы не сделаете когда гравитация должно быть видимо замечается есть некоторые законы несохранения есть проблемы с интерпретацией вот этих всех пространственных временных дел с протяженными телами не забывайте все-таки абсолютного временного пространства вот аномалии пионеров несколько устаревшая вещь хотя там стопроцентного завершения нет но скорее всего она закрылась скорее всего это известная проблема с тем что американские вот эти станции удаляясь от солнца они уже ушли за внешние планеты идут несколько не с тем ускорением которое должно было быть они же свободно летящие поэтому на них действуют тела Солнечной системы ну все что в ней есть это мы вроде учитывать научились давно достаточно а ускорение немного другое на малую очень небольшую но измерение другого сейчас кажется удалось показать корреляцию между темпом уменьшения потока энергии от ядерных реакторов как в этой источнике с этим ускорением то есть там же стояли изотопные реакторы ну а какие солнечные батареи лучше в дистанциях от Солнца они естественно светят во все стороны и вот это вот ничевое давление реактивный момент скорее всего тут и сработает хотя однозначно сказать да не только так конечно кто вам не скажет правда есть и вот это сейчас же навратили целую кучу теорий не отошных или в ее развитии или постмьютонских но подтвердить хоть что-то в этих теориях экспериментально он до сих пор не удается к сожалению вот это там где надо искать а конкретно я вам хочу вот показать что осторожнее надо тщательнее работать проблема скрытой массы проблема да мне хорошо известная что то что мы видим как светящееся вещество правда опять жаргон астрофизики светящееся вещество это одновременно и поглощающее вещество то есть все то что может либо излучать то есть то что на спектрах видно будут либо линии поглощения или какие-то полосы поглощения или наоборот излучение вот это вот светящее вещество ну или марионная материаль та которая участвует в электромагнитном взаимодействии так вот этого вещества по сравнению с гарантирующей массой кажется мало квота не оценки смотрите если мы берем окрестности солнца то отношение массы светимости в каких единицах не суть важно в единицах солнца естественно все это делается порядка единиц двойка тут с погрешностью всегда единиц десятка единиц погрешности большие то есть сколько светит столько и тяготин создают но начинаем расширять область и получается уже наша галактика даже без галок порядка десятки то есть масса начинает расти быстрее человек имеется или точнее говоря видится излучающего вещества если еще больше с галок до соль скопления галактики тоже соль что создаёт галка возникает вопрос если светящегося обычного вещества мало а вселенная в целом так и вовсе до тысячи не надо забывать что конечно могут быть эффекты селекции то есть чем дальше мы распространяем свой интерес тем хуже мы видим слабый объект в любом случае и могут быть очень большие ошибки так вот давайте посмотрим откуда все нашло а так называемые кривые вращения галактики берем полевидную среду то есть просто частички не взаимодействующие друг другу иначе как гравитационно то есть ни трения ни столкновения нечего закручиваем в тарелку естественно закон Кеплер действует классическая задача теоретической механики задаём распределение массы в соответствии со светящейся компонентой получаем как меняется скорость и должна получаться вот такая а наблюдение говорят что скорее всего она плоская это можно интерпретировать значительной массы во внешних областях и в сферической компоненте этой системы но что это за масса конечно в первую очередь бритва аккаунда никуда не делась искали обычное вещество то есть кандидатов которые трудно умолить в электромагнитном спектре но которые вполне понятны например те же белые карлики нейтронные звёзды особенно остывшие попробуйте это очень компактно уберить что в небольшом состоянии как но что-то добавили но оценки по нейтронизированию говорят столько не набрать сколько есть газ но газ он поглощает хорошо и пылевая компонент и газа хорошо поглощает тоже многое не наскребешь очень горячий газ вот он трудно наблюдаем разреженный очень горячий газ но внутри галактики такого газа почти нет то есть есть корональный газ внутри галактики но это не очень это всё-таки около миллиона километров и в рентгене его с 70-х годов про него известно поэтому проблемы надо атрибутировать откуда вот это вот всё берётся одновременно с этим наличие большого количества это тёмные невидимые гравитационные материи это известная симуляция мы видим некие структуры вещества на больших масштабах то есть у нас же нет однородно размазанных вещества у нас есть галактики скопления галактик наблюдения показывают что они не однородно распределены в пространстве они кучкуются каким-то выделены направления вот эти вот говорят в эстрофизике филаменты филаменты волос волосы такие структуры возникают но тогда возникает вопрос если по микроновому фону изначально всё это народное за счёт чего оно скучковалось вот это скопление галактика получается начинаются и начинаются оценки возраст известен гравитация известна вещество как реально кучкуется тоже известно начинаем оценить сколько надо было времени чтобы его вот так вот понабрать эти филаменты и в куче главное почему филаменты что туда поставили это ещё тоже возникает вопрос и ответственно очень простой если мы говорим только о наблюдаемом веществе то ничего не получится за 14 миллиардов лет не скучкуется вещество вот так из одного распределения это можно сделать если добавить дополнительные источники гравитационного фону только причём очень даже большие то есть нужна большая добавка массы в эту среду чтобы за счёт гравитационной неустойчивости началось вот такое кучкование и привело бы к наблюдаемому результату ну это то же самое только для разных компонентов подразумевается что вот эта вот невидимая тёмная материя с большей плотностью в первую очередь начинает кучковаться на ней гравитационные естественно будут из-за этого действия и она быстрее кучкуется за собой она потянет газ естественно в областях сжатие температуры это уже наблюдение скорости ну в общем ударные волны то есть всё вроде бы совпадает с тем что видим но здесь свободный параметр вся в этом каком мы хотим чтобы получить конечный элементар такую и закладку и возникает вопрос откуда это и что это такое отмахиваться от этого тоже нельзя вот недавнее совершенно наблюдение это конец тринадцатого года смотрите вот явно наблюдение филаменты наблюдаются этот квазар тоже очень далекий объект но он яркий объект он подсвечивает себя на больших дистанциях и вот этот вот филамент кусочек естественно который тут видно это не маленькая штука до двух миллионов световых лет вот эта ветвь тут теряется то есть это не компоненты самого центрального тела этой системы не квазара в галактике гораздо меньше в сотни раз а тут вот там где мы еще можем увидеть это в основном ультрафиолет вот видны что есть волокнистые структуры в которых большое количество вещества содержится вот более серьезная вещь тоже филамент вот так вот проходит между двумя из галактик смотрите общая масса это примерно 30 масс нашей галактики характерный размер 18 миллионов процентов то есть 60 почти миллионов световых лет вот на глаз вроде бы не очень видно на самом деле конечно тут более сложное наблюдение использование здесь искали эффекты вензирования вот на такой вензировании и нашли их то есть они там наблюдаются и в основном на их основе делают то есть что-то тут есть что в электромагнитном диапазоне себя не проявляет и подтягивает сюда дополнительную обычную то есть это реально что-то есть взять и отказаться в темной материи нельзя но с другой стороны давайте смотрим с темной энергией я уже рассказывал так не буду не останавливаться тем более что наверняка про него упомянут вот эти нагляния сверху говорят ну да мы раньше расширялись замигами сейчас ускорили просто так этого не сделали с обычной физикой нужно что-то что будет растягивать нашу среду и по сверху вроде бы это получается но все-таки заметьте вот это вот разные модели например наша с вами классическая ньютоновская она вот самая нижняя только обычные вещества больше ничего а вот это как раз модели с вот особенно верхней с космологической постоянностью и вроде бы наблюдение на нее не уложался ну вы бары ошибок-то видите здесь то есть они на границе уверенного определения на нее уложался пока что и этих наблюдений не то чтобы уж очень много ну несколько сотен сейчас таких объектов включено в анализ поэтому вот тут это очень что на самом деле не так уж чтобы однозначно уложился на верхнюю кривую отклонения и ошибки довольно большие но тем не менее вроде бы что так в нужную сторону идет что какая-то компонента это есть что она и как пока неизвестно и по другим наблюдениям то есть разные наблюдения ложатся примерно в одну точку и сказать что случайно не удается то есть по сверхновому по микроволновому фону по его структуре неоднородности по скоплениям галактик все вроде бы ложится на модели с большой темной энергии ну пусть теоретики сейчас снимаются это я даже пропущу но а вот теперь очень недавние работы буквально и зачастую все здесь толкат мы наблюдаем вот это два снимка одного и того же участка вот тут огромная галактика видимо в диапазоне с массой несколько триллионов масс Солнца а может быть и сотен триллионов а вот то же самое ну конечно кое-что тут заметить можно тем более статистически но если специально не смотреть вы не увидите что тут чего-то есть то есть очень сильная методика наблюдения выбранный способ диапазон может поменять на ваши результаты статистика вам конечно покажет что здесь повышенное содержание ультрафиолет горячих но дело в том что молодых массивных звезд это они не из горячих объекта в больших дистанциях их мало просто мало вот отсюда эффект в основном объекты гораздо более холодные ну а идея вот она то что я вам уже показывал откуда мы про темную материю говорим на то что кривое вращение вместо того чтобы уйти на кеплеровский сад у многих плоских галактик в первую очередь она остается вот такой вот плоской то есть надо массу которая не дает снижаться скорости во внешних частях накопить ну что значит кривое вращение ну вот она кривое вращение нашей собственной галактики по реальному измерению солнце вот здесь примерно ну вот до сюда мы ну более неприлично мы то есть здесь бары ошибок а что во внешних то есть которые как раз вроде и крутятся быстрее чем надо а видите какие бары ошибки вроде бы это интерпретируется что здесь мы выходим на плоскую вот эту часть ну и похожую то есть никто не спорит на ошибки очень большую это вот недавние вообще-то конъектаты с чем это связано ну а как измерять сравнительно большую расстояние та же самая видите внутри все аккуратненько гладенько и даже начинается вот спад но потом плохо то есть как плохо не так как по кепре что-то с этим плохо надо делать все-таки когда там такие бары ошибок выглядит ненадежно как мерить дистанции поскольку объекты нам нужны на расстояниях в несколько килопарсек минимум то прямые точные методы не срабатывают то есть тригонометры не прямые лишь параллаксы слишком много хотя вот в конце тринадцатого года успешно стартовала Гайя астронометрический спутник ну лет через десять она нам результаты даст то есть там расчет примерно пять лет наблюдений потом пять лет совместной их обработки чтобы сырные сырые материалы не нужны для всех прочих ну это если все нормально пойдет вот там точность угловых измерений должна где-то на два порядка оцениваемой верости и возможно мы напрямую сможем уточнить то есть по прямым измерениям дистанции без всякой физики вот эти вещи но это ждать почти десять лет то есть тоже остается что остается измерение мучевых скоростей объектов то есть по мучу зрения доплеровский сдвиг в мере и по этой скорости попытаться оценить на каком расстоянии у нас находится ну то есть если мы кримии вращения задаем то знаем на каких расстояниях какие скорости должны быть мы можем решить обратную задачу и оценить само расстояние до контакта вот собственно это и может быть процессом беда в том что во-первых предполагается что орбиты круговые всегда потому что иначе очень трудно что-либо там интерпретировать слишком много свободных параметров что нет заметные случайные компоненты движения и нет заметные сферические компоненты движения скоростей ну и возникает вопрос еще как точно измерить лучевую скорость то есть это же спектральное наблюдение с одной стороны мы всегда говорим самые высокоточные измерения астрофизики это спектральное то есть точнее очень высокие спектральное разрешение но сейчас увидите почему-то врач да и с кривой вращения не все так просто из-за реального наличия флуктуаций в скоростях и прочем взять и мерить во всех возможных направлениях не всегда разумно есть вот два особых направления я не буду деталей сейчас можете подумать это очень просто вот центр галактики все вокруг его по теопетровскому закону крутится здесь солнце так вот если взять два вот таких направления относительно солнца то здесь есть некая регулярность вот эти компоненты в этих направлениях диаметрально противоположен с учетом скорости движения самого солнца то есть в одну сторону все объекты должны краснеть в другую все синие по сдвигу частоты и по скорости по отношению кнут то есть есть некая регулярность это все-таки упрощает вот анализ проведет в этих направлениях дистанцию чаще всего оценивают кинематически видите это уже хотелось мы то хотим какую задачу решить восстановить кривую вращение то есть понятно она накеплива или горизонтальна поэтому мы не можем ее использовать напрямую эту кривую вращение мы ее получить остается одна фотометрическая оценка то есть если мы не знали какая звездная величина объекта потока от него и какой он должен быть все мы можем оценку расстояния сделать закон обратных квадратов но вот это фотометрическое уравнение разница между видимым потоком и полным потоком излучения полной мощностью это излучение она связана с расстоянием но здесь есть вот эта пакость межзвездное поглощение света экстинкция так называемое понятно же что мы портим изображение поглощением света причем селективно вот кривые экстинкции в зависимости от длины волны они очень нерегулярны имеют наклон причем в разных направлениях на разные объекты они еще и разные наклоны здесь вот с этим безобразием масса всего и сейчас есть еще подозрение тоже вопрос для физиков и теоретиков что кроме селективного поглощения это пыль то есть распределенное по размерам пыль возможно есть еще константное поглощение света а вот его выявить крайне сложно попробуйте константу изобретения вы человек если вы точно не знаете не расстояние ничего вот это сейчас вопрос же в 3000 и кстати не до конца не ясно что создает эту константу хотя простая модель есть очень крупная пыль она уже как твердое тело начинает поглощать равномерно крупная это за сотни микробов но это булыжник беда-то в том что закон сохранить массу никто не от меня но если эта пыль сильно поглощает значит ее много откуда вещество в таком количестве ниже да и как она сформировалась то есть тут тоже масса проблем это вот прям понаблюдение людей ну а спектроскопические методы да они высокоточены но вот посмотрите здесь красными вот таким синий зеленым цветом даны спектры излучения двух звезд находящихся на разных расстояниях от нас имеющих по оценкам одинаковую температуру это очень важно потому что это оценка спектрального класса а именно по ней делается оценка полной мощности излучения то есть вот он вклад в ошибку но вот тут уж так получилось тут у Даши то конечно знаете о чем речь пятый класс и первый класс да то есть вот это обычная звезда вроде нашего Солнца то есть звезда главной последовательности а это сверхгигант то есть это существенно разные по своей структуре объекты так вот здесь получилось с точностью да наоборот по шире линии то есть у сверхгиганта линии оказались шире чем у звезды главной последовательности по спектральному линию и все неправильные интерпретируют все результаты то есть вы вот так спектральный класс с ошибкой определите и вы посчитаете что сверхгигант на самом деле обычная звездочка только очень далеко из того чтобы сказать что он близко то есть и такое бывает это вот как раз те самые особенности межзвездного поглощения которые мы знаем очень плохо их очень трудно наблюдать но добраться не нужно вот и вот смотрите в итоге по фотометрическим дистанциям вот такие расстояния а если вот то что здесь и почему я сейчас расстояние сделаю то абсолютно это будет ошибка в два раза больше а потом вы кривили врачи на основе и если остановитесь на классике будет очень весело ну а предложением тут было вот какое попробовать ошибки разрешить вспомогательными способами наблюдать и определять ночевую скорость движения объекта не по спектру самой звезды раз уж там такие бяки а по спектрам поглощения межзвездного кальция я однократно организованных кальций в газовых облаках на пути до звезды то что мы про это сейчас знаем говорит о том что таких облаков очень много и вблизи звезды они тоже обязательно должны быть то есть реально мы увидим сумму нескольких спектров научное зрение будет сложней но всегда будет какая-то граничная линия то есть слабый печок слабый потому что далеко достаточно формировался но по скорости сдвинутый на край сложного спектра вот если мы этот печок ловим мы говорим ага вот это вот самое близкое к звезде облачко и мы попытаемся по нему еще проверить дистанцию то есть скорость а зачем нужна скорость по нежзвездным линиям ну а вот смотрите вот она звездное линия широченное а вот кажется тот же самый видите насколько узкие линии где точно слышат определенные вот где здесь центр линии ползли нижней широкими дозапросто на десяток-другой километров в секунду вы ошибаетесь при этом ну вот для того нужен некий контроль ну здесь вот это все показано то есть я не буду детально а видно что ползнут люди так вот что же получилось а вот когда дополнительный контроль по кальций ввели в анализ расстояния до наблюдаемых объектов то ошибки резко уменьшились вот здесь размер кружочков примерно соответствует внутренней точности это естественно внешнюю точность не знает никто это всегда так но по крайней мере внутренняя погрешность метода здесь указана и смотрите вот вот в этих координатах плоская кривая вращения а вот зелененькая кеплеровская ну и вот здесь уже с ошибками почему-то объекты начинают плотно влажаться на кеплеровское вращение ну и вот в таких то что было вот они классическими методами получены оценки скоростей вращения и вот зелененькая потому что с учетом и вот что теперь с этим делать непонятно что перепроверять миллион раз это будет всякое дело но здесь это результат более классический получается а куда тогда дело с темное вещество из нашей галактики если в других оно тем не менее наверняка наблюдается там другие методы оценки то то есть то ли мы не типичны то ли мы не так интерпретируем наблюдения то ли ошибки в наблюдениях то ли в других галактиках эффекты селекции настолько специфичны что мы сами себя обнимаем но тогда масса то есть вот это очень нетривиальный на самом деле результат получили буквально вчера который может может оказать может и не оказать в зависимости от того что в итоге из этого получится надо расширять число вверх на этих акций но тем не менее вот он кеплеровская крива и тогда что делать в данной материи ну и повышение качества инструментов тоже вот смотрите вот это сделано на Тарсколе станция Насановская группа не очень высокое спектральное разрешение вот есть тут линия нет это ведь зашумно вполне прямо из спектра но вот это ХАРПС это уже ИСА европейская южная участвует видите здесь уже явно то есть тут можно еще повысить точность наблюдений и точность интерпретации следующая проблема совсем коротко Ах Рейдингтон еще в начале XX века сказал ничего проще чем звезды ну правда потом его поправили сказали ничего проще черной дыры там еще проще разведки я ничего особо говорить не буду но есть особый класс объектов массивные звезды их роль очень высота в динамике всей галактики в процессах звездообразования потому что это коротко живущие объекты взрывающиеся как светло и потом за счет расписывания ударных полей начинаются возникают стимулированные звезды образования вокруг них но вот о своих этих звездах мы знаем очень мало статистика мало видите их же очень мало образуется 40% от общего количества еще надо успеть посмотреть время жизни буквально секунды с точки зрения астрофизики то есть не посмотрите в нужное место в нужное время и не увидите ничего вот и вот мы плохо понимаем что же там внутри происходит так это я даже раскачу не так уж важно вот он терферометр Майкельсона почему плохо понимаем потому что зона их рождения это как правило очень плотные газовые облака коконы внутрь которых современные методы просто тонко и не загрянут радиоастрономия их просвечивает но это слишком много и к тому же в радиодиапазоне центральные части коконов в основном наблюдаются хорошо на ранних этапах жарки когда там не слишком жарко еще молекулы когда есть вот так а позже уже плохо а в оптике ничего не нужно и нужно еще высокое разрешение чтобы сделать оценки того что же мы там видим то есть нужна интерферометрия ну вот это то что я уже говорил при образовании фурея вот она та фурея компонента то есть интенсивность фурея компонента и есть принимаемые сигналы то есть альфа бета это реальные пространственные координаты например угловые фоль изображения а вот это пространственные частоты от нуля до бесконечности и вот уж какую выберете в соответствии с размерами вашего инструмента такую одну из с ну выше номер ув тем выше разрешение угловое но тем меньше интенсивность и тем труднее по высоте восстановить исходное изображение то есть сделать обратное вот на такой штуке померил диаметр антригезы собственно говоря эти вот новые компоненты а это как меняется их интенсивность просто искали где вот эти вот нули диаграммы получаются а они для разной диаметр звезды разные пользуются по всей этой диаграмме ну и так и оценили реальный размер изображения вот как это примерно выглядит это интерферометр фактический интерферометр университета Джорджи красивое место ну вот что там под этими деревьями вот они вот вот а вот здесь волноводы у этих то есть сюда сводится сигнал из этого длинного здания и там происходит сложение получения интерферетрической картинки крайне сложно контролировать систему надо опять же с точностью до фазы 100 литров всего этого делать поэтому интерферонов мало и это только эксперимент сейчас начинается вот на самой крупной обсерватории европейская южная система это система из восьми четырех метровых инструментов то есть в основном пока это экспериментируют на четырех метров они могут там ездить по рельсам эти конструкции можно базами посмотреть что получается и вот они сами первые результаты конца прошлого года то есть тут слава теория с практикой совпала то есть удалось просветить в инфракрасном диапазоне 2,2 мкм что показали реально наблюдаемые в оптике или радиодиапазоне истечения или выброса вещества то есть восстановление интерферометрической картины сделано достаточно адекватно видимо что как раз по осям примерно не получалось то есть обманы здесь сильного в всяком случае то есть вот это одно из современных направлений которое будет естественно активно развиваться и здесь нужна большая помощь и специалистов в оптике потому что немцы например свой бинокулярный телескоп так и не смогли ввести в действие как интерферонт 2,5 метра у них не хватило точности изготовления оптической системы так он и действует как два отдельных рахиметровых инструмента на общей монтировке как поддержка математики потому что интерпретация интерферометрии в первую очередь зависит от заложенной модели у нас не все которые понимают к этому ну в общем вот так и связанная с этим задача истечение таких объектов вот это на протяжении 5 лет даже меньше вот это реальность картинки вытекает истечение из массивного протозвездного объекта хотя может на нас смотрят так вот до сих пор я об этом уже начинал говорить физика теоретическая физика не дает модель формирования бюджета то есть мы не знаем за счет чего возникает такая коллинированная струя предположений конечно же много но все они все одноклассы то есть однозначных отменов не дали в основном все завязано на магнитное поле то есть так называемое отражение звездного ветра вдоль силовых линий прибрасывается в плоскость падающие вещества попадают сюда потом перетекая ускоряясь в магнитное поле центрального сгустка начинает отскакивать вдоль силовых линий формируя и по сути такой пол все таки но откуда коллинированные джеты непонятно магнитные поля это нравится в теоретической астрофизике но попробуйте найти внутренний поля в такой а ведь он гораздо более коллинированный такой джет это тоже по сути джет обычный смерть измена без всяких негативных полей сформированы гидродинамическими эффектами разница температур скоростные движения она вообще очень непростая задача у вас момент обращения в одной плоскости должен куда-то деваться и сохраняться а выбрасывать стоит то есть надо же перевести и так все еще куда надо то есть тут может быть модель что-то вроде магнитной бутылики вы просто запираете вещество ну вот как в термоеме в цилиндрическом магнитной поле подпираетесь внизу падающим тоже может быть что-то это но вот никто не знает поэтому работа тут не только астрофизика самой моделью ну и последнее самое наше любимое стероидно-кометная опасность и солнечные стены сейчас все немножко так взбудоражены что что-то падать стало часто на самом деле вряд ли уж так уж часто статистически так и должно быть но когда падают над большим городом начинается шум естественно как начинается а вот в принципе ударные кратеры на земле правда вы не смотрите что здесь их в Европе много-то просто народу поэтому исследовано все давным-давно прощупано нашли гораздо больше сколько людей тут кто их искал из космоса только если заметили болота в основном долго они захоронили а с другой стороны вот они другие тела солнечной системы то есть опасность такая безусловно есть насколько она реально хотелось бы оценить и главное дать ответ на вопрос что мы можем сделать до недавнего времени всегда ответы были сделать ничего прежде всего потому что засечь не сможет вовремя засечь чтобы потом что это делать вот самое недавнее из бремени крупных ну это крупные 60 метров так что если побольше то вовсе интересно вот реально ну конечно снег не реально понятно это центральная Америка кратовчик сулун частично на дне Карибского моря вот сейчас вот как выглядит этот кусочек вот она структура видите подразумевается или предполагается что именно как следствие вот этого падения вымерли динозавры и до 90% всей прочей геосферы земли после того как сие произошло вот некоторые остатки структуры которые там вылупили а что сейчас мы имеем ну кое-что как ни странно мы имеем вот смотрите 2008 год упавшая стерлок правда он там что-то в размер единицы метров то есть состоит метеорит вот он так свалился но что-то интересно его засекли на подлёте все-таки за несколько дней до удары по земле и успели рассчитать траекторию этого падения то есть все-таки небесная механика сейчас очень неплохо уже развита и умеет быстро такие вещи делали то есть траектория падения была рассчитана примерно предсказана куда он свалился земля ее сама немножко подкинула естественно к себе на пролете вот вот она запланированная траектория падения Египет там уже что-то у нас поднимут в Самарин или еще какую-то картину и где-то вот тут он должен был упасть успели даже отфотографировать траекторию в атмосфере это уже разметенный след ну и нашли примерно там где предсказано 4 метра примерно должен быть объект 80 тонн ну нашли порядка нескольких килограмм этого вещества правда конечно это не страшно даже если по городу сферы ничего особо такого 3-40 примерно как Члебинский вошел в а вот другое 2012 до 2014 упал близко прошел к земле не упал год назад практически точно год назад это вот модель вот смотрите вот земля вот вытянутая больными траектория этого астероида тоже несколько десятков метров вот он вошел ближе к солнцу и догоняет землю естественно вот траектории сходятся вот он едва проходит ну примерно так конечно его изображение не получено радарные есть оптических конечно же нет а вот он так просквозил ну и чем занимаются астрономы в празднике 1 января 2014 года вот еще один впавший на нас некрупный астероид и тоже успели для него оценить траекторию по этим наблюдениям всего-то 7 наблюдений в узком достаточно интервале вот можете засечь это часы последнее число то есть очень коротенький участок в общем-то траектории поэтому ошибки там тоже не маленькие астероиды вот тут почти попрямую сюда без особых уже изгибов вот где-то вот там скорее всего в океанах его не нашли но это тоже был небольшой объект и мог бы с ним вот этот рисунок гораздо более важен смотрите это статистика астероидов разных размеров вот размеры астероидов вот с километров то есть крупных довольно мало и их мы знаем все то есть крупные объекты они зафиксированы потом идет рост в более мелкие и вообще из общих соображений понятно что чем меньше размер тем больше объектов должно быть но вот тут видите падает количество это эффект средств попробуйте объекты размером в десятки метров на больших расстояниях просто никак не вот если здесь примерно так сделать то получается что этих объектов гораздо больше а вот этот диапазон это страшный вот это сейчас политическое направление то есть именно на этот диапазон выделяются государственные средства нужны механизмы контроля и поиска объектов размером от 100 метров то есть поставлена официальная задача каталогизировать большую часть минимум 95% объектов более 100 метров в Челябинском теории это меньше 20 если бы он рванул до 10-15 км ниже то есть на каком траектории было бы Челябинск это не было вообще то есть его выделили взрывной волной но и излучением от вспышки там все-таки по оценкам от половины до десятка мегатон энергии выделилось в этом взрыве ничего хорошего а вот как раз эти-то объекты то есть объект размером 200 метров съездки Европы не завелись своей дальней войны а мы их почти не наблюдаем слишком слабо и вот это вот основная современная задача ну и чтобы завершить вот смотрите все-таки небесная механика наконец смогла сказать а когда и как мы можем хоть что-то сделать понятно что мощных ракет у нас нет кораблей которые долго могут летать в пространстве мы не имеем мощных двигателей фактически тоже ну то есть мощный двигатель то есть сколько и топлива это что-то либо работали ракета работает ну минуту-две всего лишь на старт основной до десяти минут в худшем случае и тысяча тонн топлива вылетает при этом то есть доставить такое на какой-то удаленный астероид нереально но вот электроракетные плазменные двигатели малые тенги они гораздо более экономичны но у них очень маленький импульс то есть они не дают большую тягу так вот оценки примерно следующее смотрите на основе расчета чтобы астероид сотни другими метров размером увести со своей траекторией на десять мегаметров ну так чтобы уж точно земли не вмазали то нужно примерно восемь месяцев работы двигателя массы в один метр тягу в один метр это уже более-менее реалистично только вот эти восемь месяцев что означает надо вовремя заметить и принять решение все-таки дорогая операция очень дорогая туда управлять на отдаленные объекты чтобы успеть долететь как-то там как-то вот это тоже интересно как сочленить двигатель и астероид а главная проблема я думаю очевидно астероид вращается очень сложная задача ну а можно и попроще но это уже три года практически требуется чтоб одна десятая ньютона заметно была астероид ну то есть в принципе решаем но все упирается в систему поиска и определение орбит с высокой точностью тут и математика и техника то есть но в принципе задачу можно решать без Брюса Квинс взрыв силы и прочего вполне таки аккуратно путем а решать не придется вот она известная астероиды сближающиеся с землей вот она орбита земли и сколько тут всего накручивало это из того что мы знаем то есть вероятность она далеко не нулевая особенно для сравнительного или комплекта ну а вы видите это должны примерно так то есть не надо останавливаться от его обращения мы конечно этого не сможем сделать вероятность вероятность то есть корабль подвешивается на вероятность вероятность ну и маленькой тягой начинает пытаться от него уйти а дальше второй закон не работает и все то есть ну просто это ну ладно я вас уже утромил спасибо 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 задавайте ваши вопросы я слышал что их хотят в общем затратить есть такой вариант да но это просчитанный причем довольно давно вариант что если изменить коэффициент отражения поверхности то естественное воздействие солнечного давления изменится и все но возникает несколько вопросов одни из них очень опять же сколько надо краски и как красить как эту краску туда доставить да а во вторых возникает еще один вопрос вот совсем недавно были опубликованы снимки полученные японским аппаратом который недалеко от астерона там не помню что название пролетал так вот довольно крупный ну относительно там несколько километров меньше около километра объект но в отличие от тех снимков что я вам показывал других тел солнечной системы без атмосферы никаких кратеров на нем даже не почему и таких объектов судя по всему довольно много и как раз есть подозрение что Челябинское тело это нечто похожее на такое отсутствие ударных кратеров о чем говорили о том что перед нами не единое тело не тверный камуш из чего-то там железо силикат и лед это одно как раньше представлялось а скорее всего перед нами конгломерат сравнительно мелких камней грозь винограда так называют засыпанное мелкой кириной вот как им покрасить такую систему на чем должна держаться краска в этом случае то есть тут ну да такая модель рассматривается но эффекты воздействия для крупных тел слишком то есть там же закон квадрата куба то есть соотношение массы поверхности срабатывает и поэтому красить сравнительно крупные тела бессмысленно солнечное давление ну конечно будет меняться но это нужно тысячи лет чтобы замокло изменить траектору а маленькие тела красить ну может быть что-то и попробовать на самом-то деле есть даже мысли об экспериментах в этой области хотя реально такие эксперименты проводились это баллоны которые надували на высоких арбитрах у них разные поверхности по отражению как это себя вели конечно эффект есть но хорош для объектов с большим соотношением площадь массы парусность практически вот поэтому ну может быть да но но это не панаце все-таки активное воздействие скорее всего более есть хотя технически сложно пока что ну во-первых бомбу надо чем-то доставлять причем с хорошей точностью и рвать ее на поверхности почти бессмысленно вот не зря блюсь блюсь то есть поверхностный удар это хлопок ударной волны всего лишь какая доля энергии передано астероиду можете даже прикинуть ну небольшая вакуум то есть хлопок только излучение фактически и тем веществом которое разлетается из вот этой огненной сферы взрыва а его там десятки килограмм самое больше вот то есть это не импульс как-то проходит ну и что в этом случае делать с соглашением о геометализации космоса тоже непонятно потому что тут достаточно один раз пытается отпустить эту систему и вмиг вся луна будет заставлена китайскими военными ракетами ну кстати так оно скоро и будет официально заявили что через 15 что ли лет военные базы военные поставят со стратегическими ракетами и кто обгонит кто обгонит вопрос зачем вам база геометрия это оружие не первого а ответного базы геометрия вы ее не можете уничтожить а пока к ней боеголовки подлетят те отстартуют безо всяких параметров скорость ограничена подлетные время сутки нет а что сбит боеголовки если мы Челебинский метеорит мягко говоря пропустили на входе в атмосферу и то косвенно то есть его же не обнаружили перебрали потом снимки со спутника и этот след засекли а вот то куда больше размеров то есть сами старты может быть да действительно это все фиксируется инфракрасная вспышка будет большая а как ловить эти боеголовки ну про это ведь пока условность большого счета демонстированность атаки то есть ну ну китайцы они же рационалисты это это политическая дубинка сделать если там взлетит сразу сотни боеголовок до раздевающихся ну как пока никак с учетом сокращения американского военного бюджета то есть чем ну то есть ну это их решение то есть они это заменили что будет дальше так ну вот у меня еще вопрос есть на счет темного голову галак вы сказали что для не галактической астрономии там другой контроль другой метод скорее определения кривых вращений ну это понятно потому что во-первых другие галактики мы видим со стороны со стороны и перед нами не стоит очень часто проблемы интерпретации лучевой скорости как скорости вращения то есть мы просто видим вращение по сдвигам доплина если сделаем спектроскопию вдоль например большой оси этой галактики нам не надо знать саму кривую вращение я чтобы проинтерпретировать эти данные можно прямо считать как кривое вращение ну с некоторыми но но тем не менее и плюс к тому мы там сразу получаем усредненные интегральные спектры не по отдельным звездочкам разрешения а по сразу по сумме то есть случайные ошибки замываются правда и зона разброса довольно широкая в которых происходит но выбросы то есть штучных измерений поэтому там более однозначно интерпретируется напрямую как кривая вращения а не как а все темные галактики ну скажем так спиральные галактики наблюдения говорят о том что практически у всех должно быть ну или темная гала или вот что-то протянутое во внешней области там же понимаете темная гала это опять брифлоакам в какой-то мере то есть гораздо проще представить себе сферически симметричную компоненту чем каким-то образом сильно растянутую плоскую компоненту что-то же ее держать должно в конце концов так же как и сатурн ну вот вот так то есть да для большинства спиральных галактик плоская кривая вращения как это проинтерпретировать это уже ваше астрофизики сначала смотрят что наблюдение а интерпретация делала здание до 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 Продолжение следует...